17 команд от воинских частей и соединений войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны соревновались в стрельбе из штатного оружия. Опытные, подающие большие надежды молодые военнослужащие белорусской армии, собрались на Брестской земле, чтобы оставить честь своего подразделения и продемонстрировать высокий уровень боевой подготовки. Стать победителем республиканского турнира, который в этом году был посвящен 70-й годовщине Великой Победы, особенно почетно. Поэтому солдаты подошли к каждому из этапов состязания со всей серьезностью. Такое мероприятие – это штучный сувенирный номер для ВВС и войск ПО, потому что здесь собрались лучшие из лучших стрелков по выполнению упражнений из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Это перворазрядники, кандидаты мастера спорта и мастера спорта Республики Беларусь. Этому соревнованию предшествовали первенство воинских частей по стрельбе из штатного оружия. Лучшие представители воинских частей приехали сюда показать самые лучшие результаты. Среди них призеры и чемпионы неоднократных чемпионов вооруженных сил, проводимых как на гостеприимной обрезке земли, так и в других городах республики. Открыло испытание индивидуальное первенство, в котором солдаты должны были поразить мишени из пистолета Макарова. Второй частью турнира стала стрельба из автомата Калашникова. Количество очков, набранных каждым из участников команд, за два тура суммировались. Таким образом была определена лучшая сборная. Сильнейшие спортсмены в погонах на протяжении двух дней упорно бороли за призовое место. И несмотря на практику боевой подготовки и опыт участия в подобных соревнованиях, переживали за результат. Три года подряд являюсь чемпионом северо-западного противнотечного командования в упражнении АК-3. В том году, символичный год назад, здесь проходил чемпионат вооруженных сил, где выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Вот прошел год, я снова здесь надеюсь на хороший результат. Я участвую уже трижды в соревнованиях подобного рода. Являюсь дважды чемпионом командования северо-западного оперативно-тактического, которого сейчас уже нет. Занял третье место в прошлом году на вооруженных силах, являюсь бронзовым призером. В соревнованиях ВВС и ВСПО участвую первый раз. Надеюсь показать тоже достойный результат, занять первое место. Каждое состязание для спортсмена непредсказуемое, оттого всегда волнительное. Результат зависит от множества факторов. В эти дни удача улыбнулась брестским солдатам. Опыт плюс боевая закалка военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка помогли команде оказаться на первой строчке турнирной таблицы. Чему хозяева домашнего поединка были рады. Серебро у республиканского турнира досталось команде из Полоцка представителям 377-го гвардейского зенитного ракетного полка «Бронза» военнослужащим Минской 49-й радиотехнической бригады. Награды ежегодного чемпионата по стрельбе нашли своих героев. Кто-то остался доволен результатами соревновательной борьбы, кто-то поставил новые цели на будущий год. Но как бы там ни было, для всех участников поединок бесценный опыт, совершенствование навыков боевой подготовки, которые, несомненно, пригодятся им на службе.